Конечно же, очень много вопросов было по поводу удобрений, орошений и самой земли. Я вам сразу скажу, советов было тьма-тьмуще. И торф купить, и с песок, и все это перемешать, и всякие вот эти ролики, чего я только не слышала, я сделала проще. Я купила чернозем. Я все засыпала черноземом. Добавила, по-моему, из Леруашки буквально два мешка по 50 литров этого торфа. Все. Далее, что делала? Я все это перекопала. Конечно, по осени я сажаю сидираты. Весной мы все это дело перекапываем. Никакого укровного материала я не делаю. Я нашу траву, которую из газона скошенную, здесь выкладываю. Потом все это перекапываю, она там остается. Что я еще делаю? После того, как у меня уже есть рассада, что я делаю? Ну, лунку, как все. В лунку я кладу щепотку золы, щепотку биогумуса, чуть-чуть азота. Все, по-моему. И высаживаю. Высаживаю. В этом году я высаживала достаточно рано. 5 марта у меня был посев семян. Когда я высеваю семена все тем же способом, как и все, но поливаю я хлореллой. Поэтому восходят они достаточно быстро. Уже на пятый день я уже вижу побеги. Потом пересаживаю. Но я думаю, что это больше все надо рассказывать ближе к весне, ибо все забудется. Поэтому обязательно подписываемся, если хотим иметь и животное, и хороший урожай. Вот, мы же говорим сейчас про землю и про посадки. Быстро скажу про удобрение. Каждые две недели я что-то делаю. Это что? То есть, после посадки через две недели я проливаю азотом. Еще через две недели это кальцием. Как только наступает у нас июнь, я проливаю, каждые две недели я проливаю фитоспорином. Это от болезней. И остальное я меняю. То есть, тут уже я могу через, то есть, у нас фитоспорин. Через неделю, допустим, комплексное, биогумос, что-то, конский навоз вот у меня стоит. Вот, смотрите, видите, даже далеко. Вот, конский навоз. Вот сейчас, буквально неделю назад, вот осталось, я вам сейчас покажу, здесь кое-чего у меня осталось. Просто залила калием, потому что бы быстрее это сходило. Если вы меня будете спрашивать, хорошо ли я знаю, там вот это все. У меня по химии 4, но это с натягом, поэтому я ничего не знаю. Я чисто по своей интуиции. Как видите, она меня спасает. Так что вот, ничего такого сложного. Дерзайте, у вас тоже все получится. Ну, еще раз вот, чтобы вы видели, чтобы вы знали, как вам. Боже мой, насколько это невероятно просто, как они вяленые. Мы поняли сегодня, что их надо делать вяленые. Смотрите, вот тут вот гроздья настолько большие, что вот здесь вот еще нет, а вот здесь вот уже вот так. И вот это вот, нереально вкусно. Вяленые.